Прежде всего, член общественной палаты России Константин Затулин посетил производство одного из старейших предприятий курорта – сочинского мясокомбината. Он был основан в 1937 году. Это предприятие, которым город должен гордиться. Потому что уровень качества, продукции, объем – все это соответствует самым лучшим российским, а может быть не только российским стандартам. К сожалению, в 90-е годы мы утратили целый ряд таких предприятий, о чем сейчас горько сожалеем. Мол-комбинат у нас пропал, пивзавод прежний. Такие выводы Константин Затулин сделал после того, как познакомился с технологическим процессом, организованным на предприятии – от приема сырья до производства продукции, а также с работой бактериологической и химической лаборатории, специалисты которых как раз и следят за качеством. Мы исследуем белок, жир, влагу. И только после этого продукция выпускается. Сегодня сочинский мясокомбинат выпускает порядка 70-80 тонн колбасных изделий в день. По словам руководителей предприятия, с началом курортного сезона объемы производства значительно выросли. Правда, на сочинский рынок попадает только 30% продукции. Все остальное реализуется за его пределами. Вот только на пути к конечному потребителю предприятие сталкивается с некоторыми препятствиями. Одна из проблем – это, конечно, наша сложная логистика, потому что в город Сочи мы имеем всего одну дорогу, и она у нас практически до города Туапсы двухполосная, поэтому по этой дороге завозится все среди вспомогательные материалы, и по этой же дороге вывозится, соответственно, готовая продукция. Но не только эту проблему предстоит решить, чтобы сочинский мясокомбинат, который, к слову, является одним из крупнейших производителей в России, успешно работал и впредь. В принципе, как и другие предприятия страны. По мнению Константина Затулина, следует установить контроль за ценообразованием и ввести прогрессивное налогообложение. Своими размышлениями член общественной палаты поделился с трудовым коллективом мясокомбината и по традиции ответил на самые волнующие вопросы. По электроэнергии я плачу себя, и столько же, чуть поменьше, общедомовые нужды, вода холодная, горячая. Что это объяснить, и почему это в таких размерах? Зачем тогда эти щучки устанавливались в каждой квартире? Или это мы платим добросовестные, как бы, владельщики, платят за детство, кто не платит за все? Я считаю, необходимо провести аудит муниципальных предприятий, и предприятий, которые относятся к сфере так называемых естественных монополий. Ну, то есть это все связано с водой, газом, электроэнергией, железной дорогой и так далее. Потому что цены, которые здесь выставляют в Сочи за подключение, за эксплуатацию, они завышены. Система, по которой рассчитывается стоимость оплаты услуг ЖКХ, просто аморально, подытожил Константин Затулин. Он уже занимается проработкой этой проблемы и считает, что ее можно решить только в высших эшелонах власти, в частности в Госдуме. Кстати, внимание законодателей заслуживает и строка в платежках за капремонт. Но это далеко не единственные проблемы, с которыми сталкиваются в Сочи и в России в целом. Образование, здравоохранение, экология, сельское хозяйство – во всех этих сферах есть недочеты. А значит, работать депутатом седьмого созыва придется, не покладая рук. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.